Всем привет, друзья! Продолжаем публиковать фото и видео на тему «Однажды в СССР». Перед началом подпишитесь на канал, те, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Курская область, 1981 год, центрально-черноземная машиноиспытательная станция. На очередном этапе госиспытаний опытный образец автопоезда КАС-4540 и ГКБ-8535 задействован на вывозе свеклы с поля. Испытания пройдут успешно, и через несколько лет автопоезд начнет выпускаться серийно. Жаль, что до распада Союза он так и не успел в полной мере раскрыть свой потенциал. Из-за дефицита запчастей многие колхиды быстро встанут под забор. Челябинская область, 1962 год, в ходе контрольных испытаний серийные автомобили Урал-375 с минскими низкорамными прицепами пытается пробиться по снежным заносам из МИАСа в Уральск. Москва, 1973 год, фургон ЕРАЗ-762 автобазы номер 20, главмоз автотранса прибыл на объект. Кадр, конечно, постановочный, а девушка в брюках клеш, да туфельках на каблуках, не настоящий экспедитор. Ростовская область, город Зерноград, 1969 год. На Северокавказской Ордена Трудового Красного Знамени Государственной Зональной Машиностроительной Станции проводится эксплуатационное испытание опытного трехосного самосвала ГАСС-3302. Здесь запечатлен момент перегрузки зерна в кузов самосвала из бункера-комбайна СК-4. Эстонская ССР, 1965 год. Сидельный тягач МАЗ-200В с полуприцепом-цементовозом распыляет по поле удобрения. Учитывая крайне ограниченный уровень проходимости такого автопоезда, подобную работу представлялось возможным провести в очень короткий период поздней осени, когда земля уже промерзла, но еще не покрылась глубоким снегом. Черниговская область, 1987 год. Рекламная фотосъемка видеосалона АВС-01-53-12. По сути, передвижного кинотеатра с 20-местным зрительским залом. Опытный образец был разработан Львовским проектным конструкторско-технологическим бюром, а выпуск предполагалось наладить на Черниговском предприятии Кинотехпром. Художественная композиция, конечно, сегодня заставляет улыбнуться. Тот, кто руководил процессом съемки, уже явно был в курсе, что девушки, в принципе, оживляет кадром. Осталось научить подбирать им костюмы в соответствующей ситуации, а самих девушек научить позировать. Московская область, 1982 год. Вблизи автополигона 21-го научно-исследовательского и испытательного института проводится приемочное испытание активного автопоезда модели 6009. Активного, то есть с ведущими колесами не только у тягача, но и у полуприцепа. Год спустя автопоезд будет принят к серийному производству на Брянском машиностроительном заводе. Не на автомобильном, а именно машиностроительном. Это разные предприятия в одном городе. Московская область, зима 1975-76 года. Не волнуйтесь, это не убитые и не раненые. Это солдаты-срочники, задействованные в междуведомственных испытаниях комплексов типового санитарного оборудования. С помощью этих комплексов любой советский городской автобус мог всего за пару часов превращаться в санитарку для массовой эвакуации больных и раненых в особый период, то бишь при наступлении войны. Автобус, конечно, наверняка все узнали. Это серийный Лиас-677. Кстати, выезжая с этой опушки, автобус застрял в снегу. Его и откапывали, и выталкивали, но в итоге все равно пришлось звать на помощь Урал-375Д. Снова Московская область только на 10 лет раньше. На только что сданной в эксплуатацию скоростной дороги автополикона на Ми, в процессе испытаний снятый грузовик ГАЗ-53Н и обгоняющий его автобус ЗИЛ-118 «Юность». Вон даже поворотник левый включен. Все по правилам. Но на деле, конечно, обе машины для фотографирования наверняка остановились. Уж больно резкая фотография получилась. Вообще, этот газон гоняли по полигону на максимальной скорости в рамках ресурсных испытаний двигателя. А что там делала в этот момент юность, я не знаю. А помните чудные думперы венгерской марке Дутра, которые работали на московских стройках полвека назад? У них еще передние колеса были меньше размерности, чем задние. Полутрактор, полуавтомобиль. Так вот, венгры очень хотели начать к нам поставки еще и полноприводных 10-тонных карьерных самосвалов нового поколения. А потому прислали на испытания в 1968 году сразу два опытных образца. Назывались они Дутра Гюдоли 116. Но советская сторона от таких машин отказалась, поскольку они оказались чрезвычайно шумными и неустойчивыми на скользких дорогах. А проходимость их на деле оказалась очень и очень ограниченной. Что за странное действие тут запечатлено? Зачем прицеп для легковушки зацепили на КАМАЗ? Что за странный способ сцепки и почему этот КАМАЗ такой короткий? Это снова Дмитровский автополигон зима 1992 года. Опытный образец прицепа модели RS-03 завода Давыдова Сельмаш подготовлен к проведению испытаний на булыжнике. Странная конструкция сцепного устройства позволяет тягачу ехать не по булыжнику, где трясется прицеп, а параллельно ему правее по ровному асфальту. На легковую машину такой фаркоп поставить проблематично, поэтому даже самые маленькие прицепы таскали ЗИЛом или КАМАЗом. А чтобы не тереть по пусту шины в отсутствии нагрузки, с третьего моста КАМАЗа на время испытаний попросту снимали колеса. Кольский полуостров зима 1964 года. Момент привала во время проведения одного из очередных этапов между ведомственных испытаний новейших вездеходов ГАЗ-48А и ГАЗ-48Б. Испытания велись размахом. В качестве оппонентов к ним были привлечены три опытных образца модернизированных вездеходов ГАЗ-47 и ГАЗ-47ЭРМ, а в качестве техничек пробег сопровождала пара ГТТ. Авария на самом деле нет. И это никакой не ГАЗ-66, как можно было подумать на первый взгляд. Дело происходит в Узбекистане в городе Ингиюль на хлопко-очистительном заводе. На дворе декабрь 1962 года. Грузовик – это опытный сидельный тягач ГАЗ-53П с задними ведущими колесами. Тягач довольно забавный, коротышка размером меньше колхиды. А то, что происходит, это процесс выгрузки хлопка сердца из переднего кузова самосвального полуприцепа ТМЗ-879 в приемник специального роторного транспортера. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и заходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем пока!